Приветствую вас, и прежде чем возвращать кого-либо, давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали, именно в контексте вас. Вы выбираете девочку, знакомитесь с ней на сайте знакомств. У нее двое детей от разных отцов и 26 лет. Это у меня к вам, пожалуй, будет первый вопрос. Чем обусловлен был ваш выбор? Почему вы выбрали именно такую девочку, именно на сайте знакомств? Почему вы на сайте знакомств с ней познакомились? Почему вы не познакомились в реальной жизни с девочками? Значит, были, скорее всего, какие-то проблемы, возможно, у вас с ними, и, соответственно, не получилось. Далее важный момент. Сколько лет вам? Именно вам сколько лет? Что вы, ну вот, говорите, что ей 26, а сколько вам-то лет? Как-то вот не очень этот момент тоже мне понятен. Ну вот. Далее. Далее. Девочку очень полюбил и хотел создать с ней семью. Угу. Ну, любить и хотеть создать семью – вещи немножко разные. То есть, если вы ее любите, например, то это вы принимаете ее такой, какая она есть, если мы говорим о любви. Если же вы хотите именно создать семью, то это немножко другое все-таки. Если вы хотите создать с ней семью, то семью вы хотите создать для себя. Либо, либо хотите привязать ее к себе, либо семья лично для вас, что это значит. Но, в любом случае, сразу после знакомства, не знаю, сколько вы общались, ну, сколько вы взаимодействовали, да, именно с ней, я не знаю. Но, как мне видится, несколько рано вы озаботились созданием семьи. Ну, по крайней мере, опять же, как это видится мне, исходя из того, что вы написали. Далее. Она прописана в области. Да, то есть, для чего вы семью создать хотели? Зачем? За какой целью? Далее. Она прописана в области, как пишете вы. И, соответственно, у нее там все очень плохо. Я не буду вам сейчас, безусловно, перечитывать вопрос, да, то есть перечитывать текст. Вот. Но, однозначно могу сказать, что ей там очень плохо, как вы пишете. И вы намерились ее спасти. Здесь на лицо ваша позиция, роль в качестве спасателя, спасителя. То есть вы ее спасли. А она себя позиционировала как жертву. То есть ей нужен был такой спаситель, ну, как вы. Вы ее спасли. Вы ее спасли. Вы ее спасли. Но, при этом, спасая ее, вы, скажем так, немножко не догадывались о том, что спасая человека, вы даете ему свободу. То есть она до вас была не свободной, ну, допустим, до вас она была не свободной, а вы сделали ее такой, сделали ее свободной. И, соответственно, после того, как она свою свободу обрела, ей, соответственно, уже будет куда сложнее с вами общаться. Потому что она изначально вас воспринимала как спасителя, и вы ей были нужны именно в качестве, ну, избавления, как средства избавления от своих проблем. А когда вы ее избавили от своих проблем, когда вы, ну, более-менее помогли ей избавиться от проблем, она почувствовала себя свободной и, естественно, стала вставать в позу. А вы будете спасителем, в свою очередь, привы... ну, ориентировались на то, что, собственно говоря, она всегда будет вам так вот как-то подчиняться, да? Она всегда будет как-то вот делать то, что, ну, то, что вам хочется, делать то, что вы для нее считали правильным, делать то, что вы считали для нее верным и так далее. Вот. Значит, она явно хотела оттуда вырваться, и тут я. Так, то есть, она вас использовала, вы сами об этом пишете. Что она вас использовала, она, эээ, как бы, ну, воспользовалась вами, воспользовалась тем, что вы, вот, оказались, как бы, рядом, да, и готовы были, эээ, ей помочь, готовы были, ээээ, там, соответственно, ну, для нее сделать что-то. Вот. И отчасти именно этим вы ей вполне, возможно, и понравили. Отчасти именно поэтому. Потому что вы давали ей то, что ей было нужно на, вот, ну, вот, ну, вот, на тот момент, на момент, когда, когда, ээээ, у нее был кризис, как бы. Понимаете? Дальше. Дальше. Вроде как у вас все хорошо. Вроде бы как она любит вас. То есть вроде бы все здорово. Все вроде бы. Замечательно. Но при этом вы расходитесь, ээээ... с ней. При этом вы расходитесь с ней именно, по каким-то причинам. По причине, эти причины могут быть самые разные, да, работа, там может быть что-то еще, то есть причин, ну, причин масса для того, чтобы разойтись. Вот, у вас есть явные проблемы, у вас есть явные проблемы. Вот. А явные проблемы и нестыковки, конфликты. То есть, она понимает, что жертва, вы понимаете, что спаситель, вы ее спасаете, соответственно, у вас к ней какие-то ожидания, у нее к вам какие-то ожидания, что вы, возможно, будете за нее решать, ну, решать больше, решать за нее больше проблем, чем вы это делали изначально, чем вы это делали до этого. Вот, у вас же, соответственно, ожидания к ней свои, другие ожидания, вот. Но, так или иначе, так или иначе, ситуация вот такая, что вы друг друга, как бы, ну, не совсем понимаете. Вы друг друга, друг друга не совсем, ну, как бы, вот, не совсем отдаете отчет в том, кто вы друг для другу, друг для друга. Как это, опять же, видится мне, с этим обычно и опасен треугольник Карпмана. С этим обычно и опасен он такой вот тип отношений при нем. Далее, значит, значит, так, три года назад мы разругались, я очень переживал, так, как сильно ее люблю, и я однажды поехал в церковь, куда она иногда со мной ходила, и там простоял на коленях и плакал полтора часа во время службы. Значит, что мы здесь, 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 имеем? Мы имеем здесь, с одной стороны, значит, вашу зависимость от нее. То есть, плакать от женщины, ну, плакать от женщины, из-за женщины, с которой вы разругались, плакать так сильно, настолько сильно, что полтора часа прям. Это говорит о сильнейшей эмоциональной зависимости, ну, возможно, любовной зависимости от нее, у вас. То есть, вы впали от нее в зависимость от одной женщины. Вот, вы в ней нуждаетесь. Вам нужно кого-то спасать? Вопрос возникает, тогда, если вам нужно кого-то спасать, если у вас есть, вот, потребность в том, чтобы кого-то спасать, то, соответственно, с чем это связано? Как правило, спаситель, это тот, кто пытается спасти другого, но в обход своей ответственности. То есть, спаситель не несет ответственности за себя, а пытается взять ответственность за другого. В данном случае, вы пытались, пытаетесь взять ответственность за другого человека и так реализоваться. Именно поэтому вы в ней нуждаетесь, потому что она вам нужна для того, чтобы проявлять ответственность за себя-то ответственность вы не несете. И именно этим определяется то, что вы читали молитву. Вот, читали молитву и, соответственно, молили к Богу. То есть, обращение к Богу, это, по сути, перенос ответственности. Опять же. Себя на теперь уже Бога. Вот. Значит, видимо, кто-то из пациентов ее мамы, а почему пациенты мамы, кто мама, это увидел и ей сообщил. Действительно, я подумал, что он маме сообщил. Она, моя девочка, решила дать еще один шаг с вашим отношением. Ну, то есть, понимаете как, вы хотели, хотели, вот судя по тому, что вы написали, это было вашим целенаправленным поведением. То есть, я не думаю, что вы не знали, что пациенты мамы не увидят. Я не думаю, что вы не знали, что кто-то сообщит обязательно девушке об этом, вот, вашей. И, я думаю, что вы целенаправлено специально, значит, это все сделали, чтобы привлечь внимание девушке. Своей. Соответственно, на подсознательном уровне вы использовали веру, вы использовали церковь для того, чтобы привлечь внимание своей девушке. То есть, объекта зависимости. Объекта зависимости. То есть, объекта, который вам нужен, потому что, ну, вы без него не можете. Я знаю, чтобы проанализировать, почему у вас такая сильная зависимость, и выстраивать здоровые отношения. Здоровые, равноправные, партнерские, может быть, и так далее. Да, более взрослые, более зрелые, потому что, ну, что это такое, три раза расставаться, сходиться из-за работы. Это, ну, это, однозначно, что отношения ваши явно нездоровые. Вот. Вместо этого вы молитесь в церкви. Вот. Да уж, пишите вы, понимаю, как вы выглядите. Тьфу. А что значит тьфу? То есть, вы обесцениваете сейчас то, что вы сделали? Или вы отказываетесь принимать то, что вы сделали? Или вы пытаетесь оправдать себя, себя каким-то образом? То есть, что происходит сейчас? Почему вы пишите тьфу? Ну, вы если, вы если сделали что-то, вы если, значит, совершили что-то, так вы возьмите ответственность за то, что сделали. Возьмите ответственность за это. То, получается, что вы сделали что-то, а ответственность брать не хотите. Ну, это же не совсем правильно, надеюсь, вы понимаете. И если вы не можете взять ответственность, то нет ничего удивительного в том, что девушка, как бы, от вас все время уходит. Потому что она чувствует, она чувствует, что вы не готовы брать ответственность. Она чувствует, что вы не готовы ее нести. Она чувствует, что вы, ну, не совсем надежны по этой причине. И из-за этого вы не совсем надежны, как человек, ну, как, как, вот, как мужчина, да? Вот. А ей, как матери, соответственно, нужно, чтобы у ее детей был надежный мужчина, надежный человек. На которого она могла бы положиться. А не тот, с кем, ну, с кем у нее какие-то проблемы связаны. Понимаете, да? Надеюсь, о чем идет речь. Вот. Далее, значит, так, мы и снова продолжили, хоть и не поженились, как хотели, не обвенчались, решили так жить. Почему? Почему решили так жить? Ага, в чем проблема была? В итоге, конечно, в сексе все хорошо, и так вроде все, вроде неплохо. Ну, опять же, почему вы заострили внимание на сексе, во-первых, с чем связано, что вы заострили внимание на сексе, это во-первых. И во-вторых, во-вторых, вы говорите, вроде бы неплохо. То есть вы не уверены. Вроде бы неплохо, а вроде бы и... Вроде бы вы не уверены в этом. Почему? Вот опять же, понимаете, да? Почему вы не уверены в том, что все было неплохо? Значит, что-то, значит, какие-то проблемы были все-таки между вами. Какие-то трудности имелись, получается. И эти же трудности не позволили вам создать семью. Обвенчаться. Эти трудности не позволили вам обвенчаться. Понимаете, да? Надеюсь. О чем идет речь. Дальше, значит... Ну, недолго. Я начал лазить по сайтам знакомств, хоть и не стал встречаться. Но переписывался, получая некое удовольствие от этого. Вот почему вы получали удовольствие от переписки с незнакомыми женщинами на сайтах знакомств. Подумайте, с чем это связано? Это серьезно. То, что вы получали от этого удовольствия, будучи, по идее, вместе с любимой женщиной, за которой вы плакали. Это серьезно. Значит, вы либо не позволяете себе быть той личностью, какая вы есть, со своей девочкой, ну, с любимой девочкой. Вы не позволяете по какой-то причине себе быть с ней таковым. Либо, что есть что-то еще. То есть, вы как-то свои желания, ну, может быть, подавляете, может быть, что-то еще. То есть, здесь вот с этим моментом тоже нужно разбираться в любом случае. Потому что, потому что, ну, это, это ненормально, что вы вот так переживаете из-за девочки, что вы вот так вот плачете из-за нее, молитесь в церкви там и все, а когда она у вас, вы вновь получаете удовольствие на сайтах знакомств. То есть, понимаете, я вас не обвиняю, это неплохо, просто нужно понять, почему так происходит, с чем это связано. Нужно понять это, увидеть, нужно определить, почему чего вам не хватает, чтобы это нормально реализовывалось. А что-то делает не свободным вас. Это делает, скорее всего, не свободной вашу девочку. Понимаете? И так далее. Вот. А это проблема. Это серьезная проблема. Проблема. Потому что, ну, девочка-то, она, ну, как бы, хочет ничего-то, у нее есть, эээ, свои желания. А вот. Почему вы не думали о ней в этот момент? Значит, прошло и отпустило, слава богу. Здесь опять, здесь идет опять перенос ответственности. Она тоже решила, а она тоже решила, когда увидела мою переписку, так же сделать. Ну, то есть, у вас, вот, видите, у вас какие-то прямо такие детские отношения получаются. Она вам решила помстить. Почему? Потому что вы друг с другом не разговаривали изначально. Вы до нее, видимо, не донесли, почему вы поступали именно так. Вы до нее, видимо, не донесли, почему вы действовали именно так. Она подумала, что вы ее больше не любите. И, соответственно, начала вот так вот себя вести. Да, то есть, начала вам стыть. Ну, потому что она-то думала, что на вас можно положиться. Она-то думала, что может вам доверять. А получается, что не может вам доверять. Раз вы на сайт на конс регистрировали. И общались там. Понимаете? И вы не смогли, что главное, до нее донести, почему вы это сделали. Ну, то есть, адекватно как-то вот донести до нее, как бы, чего вам не хватало. Чего вам не хватает. Из-за чего вы так вот поступили. Вы до нее не донесли этого. И отсюда непонимание, естественно. Конечно. А когда недопонимание, то происходят вот такие вот вещи. Вы ведь лишили ее привычной картины мира. Вы ведь лишили ее того, ну, вот, того, той реальности, в которой она, как думала, жила. Понимаете? Вот. Ну и из-за этого, соответственно, она вам и мстила, пытаясь как-то реабилитироваться. То есть, опять же, опять же, нужно понимать, что я ее не, я ее не, как бы, оправдываю. Я не оправдываю ее, я не оправдываю вас. Я просто пытаюсь донести до вас, что ее поведение это реакция на ваше поведение. Да, не здорово. Да, созависимое оно поведение. И во сколько пишете вы, то вам это нужно исправлять, вам нужно себя осознавать, вам нужно, как бы, приходить к выводу о том, почему вы подавляли себя, почему у вас такая зависимость. Так, значит, в итоге масса сообщений, подстилки ее настроения, не очень понятно, на сайте ее мама зарегистрировала, так она может и не стала, за этим заниматься, вы опять уже и с нее тоже ответственно снимаете и оправдываете ее. Вот, на процесс пошел, интересы т.д. Я познакомился с человеком, живя у меня закрутилось с ней, мне один раз он ее привозил к парадной моего дома, один раз на одной машине, потом на другой, откуда вы все это знаете. Интересно, конечно, было бы узнать. В итоге жуткий скандал у меня бесстойные ночи, особенно, когда она приезжала в три часа ночи только. Ну так, а почему у вас бесстойные ночи, вы ведь все это сделали, вы ведь это допустили, почему скандалить это? Тут не скандалить надо, тут свои женщины устакают, говорят, что вы ошиблись, что вы не правы и как бы вымаливаете у нее прощение за это, а не скандал. В итоге я не выдержал, и по рекомендации, по рекомендации чьей, опять же, почему вы вообще слушаете своих рекомендаций, когда дело касается вашей жизни? То есть вы опять снимаете с себя ответственность и опять действуете не по своему усмотрению, не по своему решению, а по рекомендации кого-то. Вот отсюда у вас и проблемы возникают из-за этого. Так, по рекомендации выставил ее вещи на лестницу, а следом выставил ее. Ну то есть вы сами на сайте знакомств лазили, переписывались со всеми, да? Не смогли до нее донести адекватно, почему вы это делали, не подкорректировали свое поведение и в итоге выставили ее. И как после этого мама, вы выставляете мать детей на улицу, на лестницу непонятно куда, как после этого она может вам доверять? Не понятно. Она, конечно, позвонила новому ухажеру и тот одна в ситуации, видимо, слился от него ни слуху ни духу, потом она была у подруги некоторое время, потом стала часто звонить и однажды приехала извиниться, даже на колени встала и заплакала. Работа у нее была маленькая, 25 тысяч рублей. Ну то есть вы как бы добились того, что женщина унизилась перед вами, да? Вот, и жить с толком негде было, и вы все это зная-зная ее выставили. Я, естественно, простил ее, обнял, и мы помирились. То есть, вот, вы так очень быстро ее простили, ну, хотя, за что прощать, не очень понятно, но, если вас это смертельно обидело, то вы ее быстро простили. То есть не было никакого обсуждения периода там и так далее, не было никакого выяснения того, почему она так поступила. Вот. После мы начали учиться жить по-новому, старались взаимоуважать друг друга. Интересно, как, как, как вы это делали? В постели все хорошо, опять вы про постель, почему вас это волнует? В итоге у меня, сбыть я несколько месяцев, начались проблемы с работой, разные проекты и прочее. Не совсем понятно, какие именно проблемы. Она, видимо, не выдержала, терпение у нее огромное. То есть, тут вот вы ее в некоторой степени идеализируете, потому что, ну, если женщина вас любит, то она, как бы, не то, чтобы она должна терпеть. Ну, это нормально, что она принимает ваши проблемы. Вот. Значит, говорит, ты найди хотя бы подработку, а параллельно занимайся своими делами. Не очень понятно, найди хотя бы подработку, а параллельно занимаясь своими делами, так какими делами, не очень понятно. Я чуть не успел. Так что, вот это тоже непонятно, что именно вы не успели. В итоге, во время очередной разборки, когда я сказал, что зачем она себя так ведет, если сама пришла просить прощения и на колени встала. То есть, вы опять ее унизили, опять ее попрекнули, можно сказать, этим. Она ответилась, наверное, от безысходности. Ну, то есть, вы ее вообще просто, ну, как классический спаситель, да? То есть, жертва должна знать свое место и, в общем, встала на колени все терпить. Позже мы уже не спали почти целый месяц. Ну, еще бы, это нормально. Потом она, и что вы делали, вы не пробовали извиняться перед ней за этот месяц. Вы не пробовали как-то налаживать контакт. У вас был целый месяц, чтобы реабилитироваться. Вот, потом она собрала основные вещи, хотя немало их осталось. И ключи от квартиры она мне не отдала. Уехала с детьми мамин дом в области, не забыла, но забыла паспорт. Узнала, что я к нас шел, она обрадовалась, в общем, через пять дней приехала к брату. Я от обиды пускать ее не хотел. И началась переписка СМС. А от какой обиды? На что вы обиделись-то? На что вы обиделись, я не очень понимаю. Вы ее сами унизили, у вас у самого начались проблемы. Терпение у нее огромное. Как вы говорите, раз вы и оно лопнуло, значит, ну, о чем ты это говоришь? Ну, для вас, для вас, конечно. В контексте ваших отношений. Вот, потом вы же ее не остановили, когда она начала вещи собирать. И раз вы не спали целый месяц, наверное, вы и не пытались как-то наладить отношения. Ну, по крайней мере, вы об этом ничего не пишете. Вот, естественно, она уйдет. На что вы обижаетесь, в общем, непонятно. Она мне открой, пожалуйста, я молчу. Ну, то есть вы ведете себя как... Вы ведете себя как... Ну, не по мышке здесь. Вы ее манипулируете. Вы... Пытаетесь привлечь ее внимание, опять же, чтобы она вас пожалела. Как бы. Вы понимаете, что... Это модель поведения не мужика, а... Непонятно. Немного, да? Вот. Детское. Детское поведение. Она мне открой, пожалуйста, я молчу. Она, я тебя люблю, я в ответ не верю. То есть, ну, вот. Такая, да, детская позиция. Она мне, я правда люблю, ты мне нужен и прочее. Ну, я, естественно, открыл. А как же ваша обида? Как же ваша обида, почему вы так быстро поменяли? Ну, если обиделись, ну, так идите до конца. А я ее здесь открыл, она вошла, я отдал ей паспорта, и после этого она сказала, что... Эти слова написала, чтобы только паспорта забрать. А то вы по ее лицу, по ее поведению не поняли, что она вас обманывала или что? Она же не бросилась обнимать и целовать, правильно? И как-то странно, да, что... Я тебя люблю, ты мне нужен, но при этом паспорта... Забинат она решила. Я был в шоке. От чего? В конкретном. Вот конкретно, от чего вы в шоке? В итоге они уехали, она мне отдала мой ключ, а свой, похожий, у нее. То есть вы в этом не уверены. Так что оставила немало вещей, кухонные утвари, одежду какую-то... Как будто собирается вернуть. Нет, это, скорее всего, ваше воображение. То есть вы выдаёте желаемое за действительность. Ну, вот, вещи ей не нужны, кухонные утвари тоже, зачем у нее там все есть, если она будет жить у кого-то, то, соответственно, там тоже все будет. Ей эти вещи не нужны, как бы, вот. А ключ она оставила, ну, мало ли что. Как будто вы опять будете плакать, и в самом случае с истерикой вам нужно будет помогать. Что-то она не доверяет вам. Она не доверяет вам. Я в отчаянии совсем выбился из сил. Ага, выбился из сил. От чего? Никому преди так не привязывался. Да, это я заметил. Только почему привязывается? Кому-то вы ругаетесь, ссоритесь, обижаете, унижаете и ловитесь. И ловите по сайтам знакомств. Вот это вот поведение не очень логичное. Никого я так не любил, как ее, ну, то же самое. Детей тоже полюбил, хоть и не сразу. А это вот плохо, то есть, получается, детей вы не приняли сразу. Она это чувствовала, возможно. Воспитывал, учил всяк, мудил и так далее. Ну, то есть, вы такое впечатление, что сейчас обрадуетесь. Что-то обрадуетесь, вы говорите, какой вы хороший. Знаете, для нас вы хороший. Для нее нет. И для себя нет, как бы. Ну вот, отец одного ребенка живет в области, нелегал, без ничего. А вот подумайте, вот что это за женщина, что это за человек, которая забеременеет от такого человека, от такого мужчины. Вот вы понимаете вообще, что это за человек? Что это за женщина? Какие у него моральные устои, принципы и так далее. Я очень хочу ее вернуть и намного готов. Вернуть зачем? Для чего? Жениться, обвенчаться, зачем? Вот, вот, зачем вам это? Исправить ошибки. А вы разве ошибались? По-моему, вы просто задавливали себя, проявляли свои желания, и они вас прорывали. Вам не ошибки стрелять нужно. Вам нужно, сперва, понять, где вы вообще, чего вы хотите, что вам нужно. Работа над собой, и вырасти личностно, немножко. Чтобы вообще понимать, что вы делаете, зачем, для чего, и кого вы хотите видеть рядом с собой в этой жизни. Своё поведение мужское нужно обязательно проработать. Сама оценку, достоинство, уверенность в себе. Ух ты. Ее знакомая убеждена, что она меня любит, просто вымоталась, устала. А вымоталась от чего? Устала от чего? Не понятно. Помогите советам, я не знаю, что делать, хочу вернуть любовь и сделать ее счастливой. Нет, ну, любовь, вы ее не вернете, любовь либо есть, либо нет. Счастливой вы ее можете сделать, но вы ориентированы на себя. То есть вы хотели сделать ее счастливой, когда унижали, когда выставляли, когда лазили по сайтам знакомств, когда напоминали ей о том поступке, когда спорили с ней, скандалили и так далее, как-то вот не очень понятно. А почему? Потому что вы действовали, действовали в своих интересах. Вот. И, соответственно, ваши интересы нужно реализовывать впервые. Это первое. А второе, ну, попробуйте параллельно с этим, вот параллельно с анализом всего того, что я вам дал, параллельно с этим, значит, вам нужно будет установить с ней адекватную модель общения, которая актуальна для вас сейчас. То есть предложите ей стать друзьями, предложите ей просто общаться иногда, ну, потому что они чужие люди. Ну, вот. И работайте над собой, показывайте ей, как вы поменялись, показывайте ей, что вы стали другим, показывайте ей, что на вас можно положиться, что вы надежный человек, надежный мужчина, который может стать хорошим мужем, идеальным отцом и так далее. Только так. По-другому вам ее не вернуть. И делать это нужно для себя, не для нее. Меняться, развиваться, эволюционировать, расти нужно для себя, не для нее. И отношения желательно выстраивать, здоровые, а не зависимые, как у вас. Для этого нужно четко понимать, чего я хочу, чего хочет другой человек, и иметь какие-то ориентиры при отчетлении мужского поведения. Возможно, потребуется немножко поговорить о женской психологии, о том, как правильно вести себя женщиной и так далее. Но вот пока что, пока что, нужно вам идти по пути лучшего восприятия себя и принятия себя. И, соответственно, уже так тогда восприятие и принятие другого человека, любого. А не только вот этой самой девушке, потому что мир на ней не зашелся. А то, что вы привязались, это, опять же, ваше желание. Привязываться не нужно, любить нужно. А привязываться, это значит, знаете, как вот привязать человека к себе, да? Взял и привязал человека к себе. Хочет он этого, не хочет он этого, вы его не спрашиваете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!